Привет, друзья! Это новый влог. Как вы видите, я чистенький, свеженький, красивенький. Сейчас вылез из ванной и наконец-то помыл голову, потому что в предыдущем ролике я закончил все тем, что у меня была грязная башка и я назвал себя бомжом. Но такое бывает, когда у тебя целый день встречи одна за одной идут. Нет возможности, извините, в туалет сходить. Да, правда, такое бывает. Но сейчас все хорошо. И этот влог я хотел начать с технической части. Можете промотать. Буквально 30 секунд расскажу, потому что задаете вопросы по GoPro 11, как она снимает ночью. Все отлично, ребят. Надо просто выключить стабилизацию и включить ISO 800 или 1600. В прошлый влог я снимал без всяких подсветок, все отлично видно. Потому что вот когда я смотрел обзоры в интернете, картинка была просто жесть. Ну то есть, когда включаешь стабилизацию, у вас огоньки при ходьбе вот так вот плывут по картинке. Здесь, ну опять же повторюсь, надо просто вырубить стабилизацию. У меня там Катюха уже пришла на фоне, что-то болтает с мамой. Сейчас посмотрю. Катюш, ты все болтаешь с мамой? Да. А, все болтаешь? Вот так вот. Во влог попадете. Ма, ты во влог попадешь. Что говорит? Говорит, здрасте, приехали. А как по другому? Вот так вот. Ма, ну ты во влоге уже все. Ну мы поедем, да, все? Да, поедем. Сейчас я соберусь быстренько и поедем. Ладно, мам, давай я буду собираться. Давай, целую. И меня. И тебя. И меня. Вот. Все. Как вы занимаетесь? Жесть. Короче, там лестница вот такая вот крученая, как будто из подвала идет. Ну такая, короче. Ну. Тяжело там идти. Там маленькие ступеньки крученые. А у меня после тренировки... Винтовая она, по-моему, называется. Ну да, да, винтовая. И у меня после тренировки очень жестко сегодня на внутреннюю часть бедра была тренировка. У меня ноги очень сильно болели. А я знаю, когда по лестнице идешь, жесть. И они вот так вот трясутся. И я иду, держусь за этим. И понимаешь, что у меня они подкашиваются просто. Жесть. Залез тут по приколу в Donation Alerts и посмотрел, что в последний раз денежки 100 рублей мне скидывали 140 дней назад. Никто меня не любит. Все. Перестали денежки скидывать. При этом, знаешь, всяким обстосным блогерам так много денег скидывают просто за то, что они сидят и матерятся. А я вам тут пилю влоги уже сколько лет. У меня ничего никто не скидывает. Ну ладно, я не жалуюсь на самом деле. Просто вот интересно. Не, ну просто приятно за этим наблюдать. Так это всегда миленько, когда кто-то кидает. Ну, когда изначально кидали. Как только, да, я запустил эту историю, реально что-то было. Я помню, ты мне через каждые пару дней говорила, ой, еще что-то прилетело. Ну да, там то 100, то 150 рублей. А кто-то даже, помню, какую-то сумму скинул что-то. Вот, тысяча, а, две, да? Да, Кос-Кокос. Это самый крупный донат. Ну, то есть, вот, 2345 рублей. А всего закинули за, я не знаю, за полгода, наверное, 10545 рублей. А я собирал на стабилизатор тебе. Все, 10% собрал. Ну, я еще пока профессионально не начала заниматься, пока с монтажем разбираюсь. Но он мне понадобится через какое-то время. Начинаю собираться. Катя достала продукты из холодильника, которые потенциально могут испортиться. Сенобольчики, которые были в прошлой серии. У нас тут крем-чиз, горошек, сыр, колбасей. И вот эти очень понравились мне. Вообще, такие вкусные. Это ассортии эклеров лето. Не помню, правда, с каким вкусом. Земляника, манда, света. Ты покажешь, что там нравится. А, ты уже откусила. Это ты вчера сделала? Сегодня. А, сегодня. Вчера же этого не было как раз. Мне больше нравится вот это, мне манда не понравилась. А что, самое классное, ребят? В прошлый раз мне купила вот эту упаковку. Говорит, я тебе сладенькую купил. В итоге я одну съела, а ты две. Было дело. Ты полторы, я полторы. Потому что я тебе земляника оставила половину. Ну, все это было мне, это мое. Ну и сто, ты поделился со мной. Половины. Это много. Да не много. 30%? Нет. Это нормально. А 50% много? 50% еще забираем. Тоже с конячим. Подогреем, потом микрель. И я пошел свои игрушки собирать. Мне надо комп обязательно. Он у меня уже заряжен. И всякие проводочки. Наушники. Чтобы сидеть. Потом не мешать никому. На своих созвонах. Видите, сколько у меня тут мусора. Стики прям сюда кидаю. Зачитаю. Тут еще один технический вопрос. Андрюха, расскажи о впечатлениях о новой 4090. Это видеокарта, которая недавно вышла от Nvidia. Если честно, меня не сильно интересует эта видеокарта. То есть я не хочу прям бежать в магазин и срочно ее покупать. Потому что у меня 3080. Мне хватает просто за глаза. Игр каких-то высоких, таких требовательных у меня нет. Ну, видеокарта в основном трудится на монтаж. Ты куда? Куда едем? У меня там свет есть, если что. Ну, ты полно делаешь. Ты чем не даешь? Ружак какой? Черный? Да, как обычно. Давай. Так он у меня в комнате. Вот тут прям. И налево. Много вещей, да, получилось. У меня два рюкзака. Ну, это лучше. Достаточно объемно. Еще целый пакет. А это будет при тебе. Вот такой. Это моя легкая сумочка. У нас немного. Вот эта еда мы там оставим. Мне кажется, мы в прошлый раз гораздо меньше вещей брали. Смотри, у нас по рюкзаку. Вот эту еду мы все оставляем у мамы. А, ну хотя да. Мусор сейчас выкинется. Толстовку ты оденешь. Ну, ее в машине оставлю. Даже брать не буду домой. Зачем? Если завтра куда-то пойду. Ну, в смысле, в субботу поедем, тогда и... Ну, да. Так что у нас немного, у нас первый рюкзаку всего лишь. Ну, ведь мне кажется, потому что я все тащу. Ну, все-таки я тоже. Я обожаю, когда тачка стоит возле подъезда. У вас, конечно, в кварталах с парковкой беда. Даже ставят возле помойки. Сейчас я тут субботу открою. Я думаю, вы видите. Приехали в гости. И что мы делаем в первую очередь? Конечно же, ночной жор. Приятного аппетита. Спасибо. Может, мне тоже поесть. Что-то, ксмотру, вкусно тебе, да? Очень вкусно. Кетчуп дай? Или мазик? Не люблю я только. Ну, что, есть мне или нет? Как ты считаешь? Как хочу. Друзья, наконец-то у меня выходной. Сейчас пятница, вечер. Мы приехали в ТЦ. Сейчас вкусненько поедим. Нам очень понравилось. Ну, вернее, Кате понравились. Хинкали с лососем. А я себе обычные возьму. Ну, из двух видах мяса. И хачапури по-аджарски. Ну, и мы хотим брату там еще кроссовочки купить. Или что он там хочет? Зимние обувь, я не знаю. Ну, и в белорусский зайдем. Я себе кроссовочки. Фу, блин. Носки. И еще пару домашних куполов. А завтра мы поедем куда-нибудь. Такое грустное дело. Просто просунусь, да, еще не одухлирует, да? Ну, тебя надо растормошить, да, немножко? Правильно я понимаю? Есть. Сейчас покушали нормально. Хачапури и напитки. Да, давайте я напитки заберу. Набрали мы вкуснятины. Я себе хачапури, кинкали. Пять штучек. Это у нас говядина, свинина. И девчонки с лососем. И мы снова в белорусском магазине. Хотели вот такую ковтейку посмотреть, Катя. Но тут, к сожалению, только М-ка минимальный размер. Она большая. Ну, и я себе домашних футболочек еще взял. Мне они здесь понравились. То есть я в них походил, постирал. Ворот вроде не заживало, поэтому вот они. 500 рублей стоят. Вообще клевые. Вот взял себе две черных и вот такого цвета. Ну и что-то, Катюша, сейчас еще посмотрим. Руляли, а? Нет, просто такие вот мальчики. Они под любой, не знаю, биджак, рубашек, подо все. А я понял, да. Просто это М-ка. Я хочу померить свой размер. Есть ли? Следующий наш магазин, спортмастер. Ну, тут практически безлюдно. Время 10-й час. Скоро закроется ТЦ. Мне вот это нравится. И вот это черное. Да, и черное. Розовое отстойное. Музовое фу-фу-фу. Мне не нравится вот это. Да. Это вот, знаешь, как полоски на штанах в свое время. Все девчонки носили. Как они меня бессили. Ты бы знала. А если выбирать, да. Мне нравится на самом деле. Селенькая. Очень красивый серый цвет. Смотри, есть такая-то черная. Вот она, кстати, тоже. Вот эта черная прям вообще лучше. Сколько она стоит? Я не могу найти. 6 косарей будто бы. Или мне показалось. А, 4 540. 4 540. А стоила она 6 500. Да. 6 500. Ну, не дешево. За ковтей? Ну, 4 с половиной сейчас. Мы стреляли. А вот штаны от них. Сколько вот они стоят? А тут оборвана, на первых, этикетка. Не вижу. Просто вот интересно. Любопытство. 3 849. Угу. Ну, такие мягенькие. Но они прямого кровя, видишь? Угу. Даже с разрезиком. Нет, штаны не нравятся. Угу. У меня такого же цвета есть. Черные нравятся. Ну, посмотри, есть ли тут XS. В принципе, со скидкой. Почему бы и не? 4 4 4. А это какое? Я достану. На, держи. Тебе больше нравится, чем серая? Ну, да, черная мне больше нравится. В принципе, будто бы да. Приложи к себе. Давай я такой заберу. Ну, давай померяем. Почему бы и не. А череп не хочешь? Ну, да. Ну, давай возьми. Как на размеру видеть? Я, если что, тебе сниму и давайте заценим. Вот это черный вариант. А можешь приспустить, что ниша или как-то мне понять? Какой длины она? А, ну, слушай, тут такие рукава прям бахрома. Нравится тебе такое? Да. Давай серую еще посмотрим. Тебе нравится? Да, вроде ничего. Тебе-то особо как. Мне нравится. Мне нравится, что она стерзи короткая, заделимая. Ты видишь? Да, ты пока мерила. Мне позвонила мама. Говорит, что они определили с обувью. И стоят, ждут нас на кассе. Поэтому нам надо быстро, быстро определяться. Мне нравится и серая, честно говоря. И твоя другая? Угу. Какая больше? Я прям теряюсь, честно, не знаю. Ну-ка, покрутись. Мне кажется, вот летом будет прикольнее в серой. Хотя черная мне тоже нравится. Нет, все решай сама, короче. Не знаю. Я правда не знаю. Все, берем черную. Брата вот такие кроссовочки выбрали. Ну, то есть они прикольные с точки зрения ходьбы. Там какая-то пена, memory foam. У меня тоже есть кетчерсы черные. Я вам показываю, я ее в Чечне гонял. Мне нравится. Все, все довольны, все с покупочками. Я себе тоже немножко майк прикупил. Сейчас главное заехать, нам еще заправиться. А то у меня топливо на 100 километров осталось. Маму отправили спать. И теперь молодые поехали гулять. Кучите. Посильнее, да. Мы сейчас в центр прокатимся. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok